Здравствуйте, дорогие одиннадцатиклассники! Сегодня мы с вами поговорим о правописании приставок. И предлагаю выполнить такое задание. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Первый. Несговорчивый, извиваться и бесчисленный. Давайте попытаемся объяснить, какую букву мы будем вставлять на место пропущенной. Несговорчивый пишем букву «С», потому что приставка «не» и приставка «С» являются неизменяемой. Извиваться – приставка «из», потому что «в» – звонкий, согласный. Бесчисленный – приставка «без», потому что «ч» – глухой, согласный. Следующая строчка. Прерывистый, преобразование и преувеличение. Все три слова пишутся с приставкой «пре». Почему же? Потому что приставка «пре» равна приставке «пере». «Въедливый», «изъять» и «трехигольный». Мы видим, что «въедливый» и «изъять» в словах пишется разделительный твердый знак, потому что после приставки перед буквами «е» и «я». А вот слово «трехигольный» является сложным. Состоит из двух корней, поэтому пишем слитно. «Заковать» приставка «за» является традиционной. «Несхваченный» пишем приставку «С», потому что она является неизменяемой. И на расхват приставка «на» является также традиционной. И пятая строчка «сызмало», «обыскивать» и «предыдущий». В этих трех словах пишется буква «ы» после приставки «с», «об» и «пред». И получается правильный ответ «два» и «пять». Что же нужно повторить для того, чтобы правильно выполнить десятое задание ЕГЭ? Правописание неизменяемых приставок, приставки, которые оканчиваются на «з», «эс», приставки «при», «при», «роз», «рос», написание разделительного мягкого и твердого знаков после приставок и написание «ы» и «и» после приставок. Приступаем к первому блоку. Правописание неизменяемых приставок. Вы помните, что приставки «над», «под», «пред», «от», «пере», «эс» на письме не изменяются. Например, «надстроить», «обтирать», «отделать». И также следует запомнить, что приставка «эс» является неизменяемой. Например, «сгиб», «сделать», «сбросить», «сбежать». Но в следующих словах, таких как «здесь», «здание», «здоровье» и «здешний» это не приставка, это часть корня и пишется буква «з». Приставки «про» употребляются в словах, которые указывают на родство. Например, «про дедушка», «про бабушка», «про родину», «про язык». А приставка «про» употребляется в остальных случаях. Например, «про ректор», «про образ» и «про видец». Второй блок приставки, оканчивающийся на «зээс». Приставка оканчивается на «зэ», если корень слова начинается со звонкой согласной. Например, «раздать», «чрезмерный». Мы видим приставку «раззэ», потому что «дэ» – звонкий согласный. А вот если корень начинается на гласной, мы также на конце приставки пишем букву «зэ». А вот если корень начинается на глухой согласной, тогда на конце приставки пишем букву «с». Например, «распилить», «бессердечный» и «рассказать». Приставки «раззэ» и «роззэ». В приставках «раззэ», «раз», «роззэ», «роз» под ударением пишется буква «о», без ударения буква «а». Например, «росчерк», «роспуск», «розыск». И приставка «раз», «раз», «рассыпать», «разыграть» и «растянуть». Слово «исключение» составляет «разыскной». Переходим к следующему правилу. Правописание приставок «при» и «при». «При» пишется в том случае, если слово зависит от лексического значения, близость, нахождение рядом с чем-то. Например, «прибрежный», «приморский». Также приставка «при» пишется в значении приближения, приехать, прибыть, в значении неполноты действия, привстать, присесть и присоединение, приклеить, прибить и пришить. А вот приставка «при» пишется в значении «пере», например, преградить, приступить, преодолеть и в значении «очень», «предлинный», то есть «очень длинный», «примилый», «очень милый». Но, ребята, вам нужно уметь различать приставки «при» и «при» в контексте. Давайте с вами понаблюдаем. «Прибывать в городе», то есть «находиться», поэтому пишем приставку «при». А вот «прибывать в город», то есть «приезжать», поэтому пишется приставка «при». «Предел» в значении границы, приставка «при», и «предел» – боковой алтарь в церкви. Например, «предавать», то есть значение «изменять» и «предавать» – значение «прибавлять», поэтому приставка «при». Все остальные примеры вы можете изучить самостоятельно, а мы движемся дальше. Во многих случаях трудно запомнить, какая приставка пишется «при» или «при», поэтому я вам предлагаю выучить следующие слова. «При приключения», «присяга», «прибор», «притязание», «приукрасить», «при Мадонну», «прилежный», «приобретение», «привилегия», «приоритет», «примитивный», «придираться», «привередливый», «принуждение», «причудливый», «беспристрастный» и «неприступный». И слова, которые нужно запомнить с «при», «препятствие», «президиум», «президент», «премьера», «препарат», «претензия», «претендент», «презентовать», «престиж», «предание», «превращение», «прекратил» и другие. Следующее наше правило – это правописание «ы», «ы» после приставок. После приставок пишется буква «и», если приставка оканчивается на гласный, например, «поистине», «и» после первых частей сложных и сложно сокращенных слов «сантиметр», «двухигольный» и «спортинвентарь». Буква «ы» пишется, если приставка оканчивается на согласный, например, «сыграть», «предыстория», и нужно запомнить всего лишь одно исключение – слово «взимать». Но помните, что после приставок «меж» и «сверх», а также иноязычных приставок «аб», «ад», «диз», «диз», «дес», «ин», «интер», «кон», «кон» буква «и» в корне слова сохраняется. Например, «сверхинтересный межинститутский дезинфекция». Вы видите, что после приставки пишется гласное «и». Обращаемся к следующему правилу. Это правописание разделительного твердого и мягкого знаков. Твердый знак пишется после приставки перед буквами «е», «ё», «ю», «я». Например, «въезд», «подъем». Также разделительный твердый знак пишется после иноязычных приставок перед буквами «е», «ё», «ю», «я». Например, «адъютант», «инъекция». И нужно запомнить, что разделительный твердый знак пишется после числительных двух, трех, четырех в сложных словах перед буквой «я». Например, двухъярусный, трехъярусный и четырехъярусный. Переходим к тому, когда пишется мягкий знак. А мягкий знак пишется в корнях, в суффиксах, в окончаниях перед буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Например, «лисьи», «костью», «бурьян» и «фортепиано». И в иноязычных словах перед буквой «о». Например, «бульон», «павильон» и «шампиньон». Ребята, а сейчас я вам предлагаю немножко потренироваться и вспомнить, да, как выглядит десятое задание ЕГЭ. И мы сейчас с вами отработаем на практике правописания приставок. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Преобразовать, пренеприятный и преследовать. В этих трех словах пишется в приставке буква «е». Потому что преобразовать и преследовать приставка «пре» близка к значению «пере», а вот «пренеприятный» мы можем подставить слово «очень», то есть «очень неприятный». Поэтому приставка «при». Во второй строке сверхъестественный, съемка и двухъярусный. Сверхъестественный вставляем разделительный твердый знак после приставки «сверх» перед буквой «е». Съемка после приставки «с» перед буквой «ё» также мы вставляем разделительный твердый знак. И двухъярусный, вы помните, что после двух, перед «я» также пишется разделительный твердый знак. Значит, нам подходит пока первая и вторая строка. Третья строчка – «поникнуть», «продедушка» и «позавчера». «Поникнуть» – неизменяемая приставка «по», «продедушка», вы помните, это степень родства, поэтому пишется приставка «пра» и «позавчера» – приставка «по» и приставка «за». Вы видите, что третья строчка для нашего ответа не подходит. Четвертая – «чересчур» и синяя, черный и бескрайний. Чересчур – приставка заканчивается на «с», потому что звук «ч» глухой. И синяя, черный – приставка «из», потому что «с» глухая. И бескрайний – приставка «бес», потому что «к» глухой согласны. И также нам подходит четвертая строчка. И последняя – «взыскать» безинициативный и сверхизысканный. «Взыскать» пишем букву «И» после приставки. Безинициативный – после приставки «бес» также буква «И». И сверхизысканный – вы помните, что после приставок «сверх» и «меж» пишем букву «И». И правильный ответ – «1», «2» и «4». Предлагаю вам сделать самостоятельно следующее задание. Вы должны указать вариант ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Ребята, подумайте, пожалуйста, какие номера, строчек вы выпишите. Вы должны были выписать ответ «4», «5». А сейчас переходим к домашнему заданию. Я вам предлагаю повторить теоретический материал правописания приставок, выполнить упражнение 332-333 и, конечно, отработать задание 10 на образовательном портале «Решу ЕГЭ». Спасибо за внимание. Желаю вам хорошо сдать экзамен. До новых встреч! Здравствуйте, уважаемые 11-классники! Сегодня мы продолжаем решать систему уравнений, разберем метод «замены неизвестных». В чем же состоит метод «замены неизвестных»? Мы должны определить одинаковые выражения и ввести новые переменные. Новая система более простая, и решаем ее ранее изученными методами. Разберем номер 14.27А из учебника Никольского. Дана система двух уравнений с двумя неизвестными. Модуль х плюс 1 плюс модуль суммы у плюс 1 равно 5. Второе уравнение модуль х плюс 1 равно 4у плюс 4. Уже до решения системы уравнений мы можем увидеть ограничения. В связи с тем, что модуль х плюс 1 величина не отрицательная, значит и выражение 4у плюс 4 тоже не отрицательное. А следовательно, у плюс 1 больше либо равен нуля. Можно выражение модуль х плюс 1 и модуль у плюс 1 обозначить новыми переменными. Введем переменную у, которая равна модуле х плюс 1, и переменную в, которая равна модуль у плюс 1. А в связи с тем, что этот модуль, значение у плюс 1 не отрицательное, то можем раскрыть модуль со знаком плюс. Наша система уравнений в новых переменных примет вид. Модуль х плюс 1 мы обозначаем буквой у. Модуль у плюс 1 мы обозначаем буквой в. Получилось новое уравнение и у плюс в равно 5. Второе уравнение аналогично. У равно 4 умножить на в. Решая это простое уравнение методом подстановки, мы получим, что v равно 1, а u равно 4. Вернемся к исходным переменам. Вместо v мы подставляем у плюс 1, получаем уравнение у плюс 1 равно 1. А вместо u мы подставляем модуль х плюс 1. Получаем уравнение модуль х плюс 1 равно 4. Наша система разбивается на две системы. В связи с тем, что значение х плюс 1 может иметь два значения. 4 и минус 4. Решая полученные две системы, мы получим две пары значений. y0, x3 и вторая пара y0, x минус 5. Запишем полученные значения в ответ. Первая пара 3, 0, вторая пара минус 5, 0. Рассмотрим решение следующего номера. Номер 1430 под буквой А. Вот система такого вида. Пока мы не можем увидеть, что же здесь можно заменить, для этого мы второе уравнение преобразуем. Разложим левую часть на множители способом группировки. Сгруппируем слагаемые по общему множителю. Вынесем этот общий множитель. И вынося скобку за скобку, мы получим произведение двух выражений 2x минус 1 и y плюс 3. Теперь мы увидели, что появились одинаковые выражения. Их-то мы и обозначим новой переменной. За u мы возьмем корень из 2x минус 1, а за v корень из y плюс 3. Обратим внимание сразу на ограничения. что значения u и v не отрицательны. Это нам упростит дальнейшее решение системы. Выполнив указанную замену, получим систему в новых переменных. u плюс v равно 3. u во второй степени умножить на v во второй степени равно 4. Вынося общий показатель, мы получим вот такую систему. Заметим, что так как u и v не отрицательные значения, то произведение u на v тоже не может быть отрицательным. Поэтому наша система имеет такой вид. u плюс v равно 3. u умножить на v равно 2. Данная система распадается на две системы. Мы получим такие ответы. u равно 2, v равно 1. Вторая система. u равно 1, v равно 2. Вернемся к прежним переменным. Вспомним, что u это данная запись, а v здесь. Корень из 2х минус 1 принимает значение 2, а v корень из у плюс 3 принимает значение 1. Точно так же во втором случае. Корень из 2х минус 1 равно 1. Корень из у плюс 3 равен 1. Решая полученные системы прежними способами возведения во вторую степень, мы получим значение для х 2,5, а у равно минус 2. И вторая пара значений х равно 1, у равно 1. Выполнив проверку, мы получим, что данные корни удовлетворяют нашему уравнению. Поэтому можем записать ответ. Первая пара 2,5 минус 2, и вторая пара 1,1. Рассмотрим решение еще одной системы. Номер 14.32а. Система показательных уравнений. Здесь замена очевидна. Вот наше одинаковое выражение 3 в степени х. Добавилась двоечка. И 4 в степени у. Сделаем замену. У равно 3 в степени х. В равно 4 в степени у. Очевидно сразу ограничение, что оказательная функция строго больше нуля, поэтому значение у больше нуля, в тоже больше нуля. Выполним данную замену. Выражение 4 в степени 2у будет выглядеть как в во второй степени. Выражение 3 в степени 2х будет выглядеть как у во второй степени. Эта сумма равна числу 82. Второе уравнение в новых переменах примет вид у минус в равно 8. Решим данную систему способом подстановки. Выразим переменную у из второго уравнения, у равно в плюс 8, и подставим значение у в первое уравнение. Получим в во второй степени, в плюс 8 во второй степени равно 82. Продолжаем решать нашу систему. Возведя во вторую степень, приведя подобные, мы получим квадратное уравнение. 2v во второй плюс 16v минус 18 равно нулю. Можно обе части уравнения разделить на 2. Более простое квадратное уравнение. Решив квадратное уравнение, мы получим два значения переменной v. v равно минус 9 или v равно единице. Переписываем выражение для переменной u. u равно v плюс 8, u равно v плюс 8. Решим данные две системы. Первая система имеет решение v равно минус 9, u равно минус единице. И вспомним про наше ограничение, что данные значения не удовлетворяют условию замены. Поэтому данная система корней не имеет. Вторая система получится такая. v равно единице, u равно v плюс 8. Решая данную систему, получим, что v равно единице, а u равно 9. Вернемся к замене. Вместо v подставим 4 в степени y. Это выражение равно единице. Вместо u подставим выражение 3 в степени x. Это значение равно 9. Решая показательное уравнение, мы получим, что y равно 0, а x равно 2. Таким образом, ответ у нас пара значений 2, 0. Таким образом, при решении системы уравнений методом замены надо увидеть одинаковые выражения в уравнениях, заменить их новыми переменными, решить более простую систему для новых переменных, выполнить обратную замену и решить систему для исходных неизвестных. Домашнее задание. Домашнее задание по учебнику Никольского. Прочитать параграф 14.3, рассмотреть решенные в нем примеры 1, 2, 3 и решить номера 14.27b, 14.30b, 14.32b. И для тех ребят, которые углубленно занимаются математикой, предлагаю решить номер 14.35b. Наш урок подошел к концу. Спасибо, ребята, вам за внимание. До свидания. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами тема «Семейное право. 11 класс». Сегодня мы с вами на занятии рассмотрим следующие вопросы. Что такое семья и брак? Субъекты семейных отношений? Условия вступления в брак и препятствия к заключению брака? Порядок расторжения брака и права и обязанности супругов. Итак, ключевыми понятиями нашей сегодняшней темы с вами являются понятия «семья и брак». Я напомню вам, что вы знакомы с понятием отрасли права. Семейное право регулируется семейным кодексом. Семейный кодекс – это основной источник. Кроме этого, Конституция Российской Федерации, конечно же, если бы мы их ранжировали, то в начале Конституция, и множество нормативно-правовых актов, включая Декларацию прав ребенка, Конвенцию о правах ребенка и другие международные документы. Семья с юридической точки зрения – это основанный на браке и родстве союз лиц, связанных между собой взаимными правами и обязанностями. Иногда мы с вами можем встретить в определении еще объединенными общей хозяйственной деятельностью. Но я считаю, что взаимные права и обязанности вполне достаточно, тем более, если вы готовитесь к сдаче ЕГЭ, такое определение будет достаточным. Что такое брак? Я думаю, что вы знакомились с этим понятием в большой теме социальные отношения, но сегодня мы с вами говорим с юридической точки зрения. Брак – это добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключенный в установленном законном порядке и имеющий целью создания семьи. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в этом определении содержится несколько признаков брака. Это добровольный союз, это равноправный, и это союз мужчины и женщины. В Российской Федерации браком считается только союз между мужчиной и женщиной, хотя, конечно же, вам известно, что в некоторых других странах это выглядит иначе. Итак, несколько зарисовок. Мы с вами можем видеть бабушку, приводящую внучку в школу, мы можем видеть мужа, помогающего жене, нести сумки с продуктами из супермаркета. Все это обычные семейные сцены, но мы говорим с точки зрения права о них, как о субъектах семейных правоотношений. Кого мы называем субъектами семейных правоотношений? Перед вами на схеме муж, жена, родители, дети, усыновители и усыновленные, пачерицы, пасынки, мачехи и отчимы. Может возникнуть вопрос, давайте подумаем, а кто такие другие родственники? Кто это может быть? Бабушки, дедушки, могут быть сводные братья и сестры. Все они являются субъектами семейных правоотношений. В соответствии с нашим планом мы рассмотрим с вами такой пункт, как условия для заключения брака и препятствия к заключению брака. Условий на самом деле не так много, все они очень легко запоминаются. Уже исходя из нашего определения, которое, надеюсь, вы помните, брак – это добровольный, равноправный союз мужчины и женщины. Первым условием является взаимное и добровольное согласие на вступление в брак. Вторым условием для заключения брака является достижение брачного возраста. По общему правилу в Российской Федерации это 18 лет. Но, специально для вас в схеме я прописала «но». Что это значит? Это значит, что по решению органов местного самоуправления брачный возраст может быть снижен, исходя из определенных условий. И он действительно снижается до 16, а в некоторых субъектах Российской Федерации и до 14 лет. Но это при наличии исключительных условий. Общее правило гласит 18 лет. Третьим условием для заключения брака является отсутствие других браков. Ну, понятно, что нельзя много раз жениться, не расторгнув предыдущий брак. А вообще, в принципе, можно, только расторгнув предыдущий брак. Четвертое условие – это дееспособность. Обращаю ваше внимание, что в Российской Федерации запрещены браки между лицами, признанными недееспособными по решению суда вследствие психических заболеваний. И последний, пятый пункт – это отсутствие родственных связей с близкими родственниками. Что это значит? По прямой восходящей и нисходящей линии. Браки между родителями и детьми, между внуками и бабушками, или внучками и дедушками, а также между родными братьями и сестрами запрещены. Я предвижу такой интересный вопрос, он очень часто возникает. А можно ли жениться кузине на кузейне? То есть разрешены ли браки между двоюродными? Спешу вам сообщить, что прямого запрета в соответствии с 14 статьей Семейного кодекса на это нет. То есть в Российской Федерации браки между двоюродными лицами не запрещены, но они не находятся в прямом и близком родстве. Итак, всего пять условий. Препятствия к заключению брака очень легко вычленяются, исходя из этих условий. Ну, конечно же, первым препятствием к заключению брака является наличие другого брака, потому что условия для заключения – это отсутствие. Наличие близкого родства – это тоже понятно. Наличие отношений, которые связывают усыновителя и усыновленного, обратите на это внимание, опекуна и попечителя. И недеоспособность одного из вступающих в брак. Я напоминаю, что брак в Российской Федерации считается законным тот, который заключен с соблюдением всех процедур необходимых, то есть в органах регистрации и записи актов гражданского состояния. К сожалению, как говорил классик, все счастливые семьи, кажется так, да, похожи друг на друга, и каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Бывает так, что люди, заключившие брак, приходят к выводу, что им необходимо его расторгнуть. С юридической точки зрения существует два момента при расторжении брака. Ну, вы видите, обратите внимание на две половины на нашем слайде, что расторжение брака может производиться в судебном порядке, а может производиться в органах ЗАГСа. Здесь тоже все не очень сложно. Два и три. Что это значит? В органах ЗАГСа можно расторгать брак в случае, если нет общих несовершеннолетних детей. Ну, если дети выросли, и они есть общие, двое, трое, неважно сколько, но они уже совершеннолетние, добро пожаловать в ЗАГС для расторжения брака. Если дети общие несовершеннолетние, нет. Или если нет вообще детей. Кстати, вы, надеюсь, поняли, что, исходя из нашего определения, семьей у нас считается муж-жена без детей или мама, имеющая ребенка, потому что ведь это не просто брак, да, это еще и кровное родство. Итак, нет общих несовершеннолетних детей, это первое условие. И второе условие расторжения. По заявлению одного из супруга, если другой супруг признан судом, безвестно отсутствующим или недеоспособным. Также есть еще такой момент, если супруг осужден на срок более чем 3 года, то расторжение брака может тоже происходить в органах ЗАГСа. Вот два момента. Ну, соответственно, второй момент расторжения брака в судебном порядке, если у супругов есть несовершеннолетние дети. Обращаю внимание, что муж с женой могут договориться по всем вопросам, но наличие общих несовершеннолетних детей не дает возможности им расторгнуть брак в ЗАГСе, потому что только суд принимает решение о дальнейшей судьбе ребенка. И второй момент. Судебный порядок предусмотрен, если нет согласия одного из супругов на расторжение брака. Очень интересный третий момент. Если все согласны, но не приходят в органы ЗАГСа. Если при отсутствии внешних возражений супруг согласен, но он уклоняется от расторжения в органах ЗАГСа, то этим вопросом будет заниматься суд. Итак, мы с вами запомнили два момента и два пути расторжения брака. Кроме расторжения брака, такой печальной истории жизни в странице некоторых семей, у нас есть еще с вами вопросы, связанные с имущественными и личными неимущественными правами супругов. Обращаю внимание, что все права и обязанности супругов тоже имеют два момента, на которых нам необходимо остановиться. Это личные права и обязанности супругов и имущественные. Личные, соответственно, неимущественные. Когда люди вступают в брак, вы должны понимать, что никто из них не теряет своих личных прав и обязанностей, которые у них до брака были. Что предусматривают личные неимущественные права, обязанностей и супругов? Равенство супругов в решении вопросов семейной жизни, свобода в выборе рода занятий, место жительства, профессии, свобода в выборе фамилии. Ну, вы знаете, что можно оставить свою фамилию, можно брать фамилию мужа, можно брать двойную. Правда, нельзя, если двойные фамилии супругов у двух, то есть четыре – это уже перебор. Супруги обязаны строить свои отношения на основе взаимоуважения. Каждый из них личной обязанностью считает обеспечение благополучия своей семьи, и они имеют абсолютно равные права в воспитании детей. Это личные. Имущественные права супругов вытекают из отношений собственности и алиментные права и обязанности. Несколько слов о последнем. Термин «алименты» имеет латинское происхождение и означает «содержание». Я хочу напомнить, что алименты у нас не только платятся родителями на детей, у нас есть и обратное, то есть содержание детей совершеннолетними родителями. И кроме этого, ребята, алименты платятся на жену, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Более того, закон запрещает заниматься процедурой развода до исполнения ребенком одного года, то есть пока ребенку не исполнится один год. Имущественные отношения в браке. Супруги сохраняют личное имущество, которое у них было до брака, полученное в порядке сделок безвозмездных дарения, например, или в порядке наследования. И кроме этого, они приобретают права на совместно нажитое в браке имущество. Ну, по общему правилу, в случае развода имущество делится пополам, хотя суд может учесть, с кем из родителей остается ребенок. Ну и, так как вы уже достаточно взрослые, мне хочется сказать, что если ваши отношения не перерастают в зарегистрированный брак, а вы живете так называемым гражданским браком, хотя сам термин не очень верный в данном случае, то в случае развода супруги расходятся в соответствии, разводятся с семейным кодексом, а люди, живущие, сожительствующие без заключения брака, будут делить свое имущество в соответствии с гражданским кодексом. Поэтому об этом помните. Хочу обратить ваше внимание вот на эту схему. Она находится в вашем учебнике под редакцией Боголюбова. Это 10 класс общества знания. Эта тема как раз располагается именно в этом учебнике. Это личные права и обязанности детей. Мы сегодня с вами в рамках урока не успеваем это обсудить, но я хочу обратить ваше внимание на то, что точно так же, как супруги обладают правами и обязанностями по отношению друг к другу, точно так же в семье мы рассматриваем и отношения между родителями и детьми. Схема, которая представлена, еще раз 259-я страница учебника. Обратите на это внимание. Я бы рекомендовала вам разобрать ее, потому что личные неимущественные права ребенка и имущественные права – это очень интересно. Ну и последнее в завершении. Обращаю внимание, что 24-й параграф в вашем учебнике поможет вам в этой теме сориентироваться более подробно. Текст семейного кодекса, который расположен в конце параграфа, выдержки из текста, помогут вам ответить на вопросы, непосредственно работая с этим источником. На 265-й странице вы увидите задание. И очень важно, обратите внимание на те моменты, которые у нас остались сегодня за рамками урока. Это права детей и родителей. Я бы советовала вам отдельно сделать такую табличку для себя и разобрать подробно по отношению к детям, какие права и обязанности родителей и какие права и обязанности детей по отношению к родителям. Еще один момент остался у нас за кадром. Это брачный договор. Я думаю, что это ни для кого не новость. Брачный договор как соглашение лиц, вступивших в брак или вступающих по поводу своих имущественных прав. Брачный договор, порядок его заключения, вопросы, которые он может рассматривать. Все эти темы попадаются на экзаменах. И к тому же это просто очень интересно. Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»